здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас нож от компании сок и я признаюсь именно эту модель хотел увидеть больше всего поскольку он самый брутальный самый интересный и давайте посмотрим как он комплектуется в коробке система фиксации для компании сок это привычно людям я думаю будет интересно как все это комплектуется видим маркировку 12 21 01 57 seal xr где xr это обозначение нового выпущенного ими замка мы его видели и анонсировали непосредственно на ножах с под названием термину с которым красным черным и зеленым цветах но сегодня более брутальным более эффектным и самым наверное интересным и долгожданным это seal xr чем же вызывал интерес этот нож на расстоянии безусловно своей агрессивностью это модель с тактическим замахом в ее разработке принимали непосредственно участие военнослужащие и поэтому мы ждем что люди в силовых структурах люди военные полиция и прочее нацгвардия будет этим ножом интересоваться такой по форме бои наверное и очень и очень врезучие насечки буквально чуть ли не от пол обуха переходит на корпус и сразу он прям провоцирует на по крайней мере у меня на какую-то силовую работу согласитесь он очень брутальный под пальцевые выемки виде раз два три четырех по нижней части и здесь также видим врезучись лайнеры стальные они спрятаны и достаточно прочные они имеют облегченную версию то есть по внутренней части у них есть сквозные отверстия что облегчает данный нож безусловно первую очередь это вес и нож каждый день не поносишь его вес 235 граммов многие считают что это избыточный вес но для то для тех целей которые его позиционируют наверное это вес вполне сносно и более того именно вес ножа а здесь определяющим для веса является наверное это сам клин поскольку сам корпус он не назовешь супер утяжеленным ну да есть бэкспейсер до который образует на с торцевой части ломик и он же стеклобой здесь же имеется втулка она очень длинная если разобрать она на протяжении всей толщины здесь же отвинчивается клипса которая с реверсом переходит на противоположную сторону но придется нож всегда носить осевым узлом вниз обновленная версия замка xr и позволяет как мы видим это с помощью флипера извлекать нож с помощью отверстия да причем здесь можно баловаться даже как и со с как со спаром холом на спайдерка да ну мне это не получается но это можно делать в общем да еще тот в общем можно за отверстие также выбрасывать плавник и непосредственно сам нож как я вот на протяжении нескольких минут уже это делаю то есть там нож сам замок xr-ox позволяет легко извлекать и складывать клин чем же это обусловлено тем что сам этот замок он здесь не просто прямой но еще и вот такой вот крюк на в которой попадает вот эта вот часть и запирает его ну прям намертво то есть невозможно случайно открыть нож и как-то травмировать себя что касается ну вот это основные три момента с помощью которых три способа извлечения ножа из корпуса также позиционируется xr-lock как более надежный ну понятно дело арк локу но и также аксис локу да поскольку основной конкурент вот этих вот замков это наверное легендарная компания бенчмейт и здесь позиционируется что ну вообще конструктивно этот замок он проще устроен и если нужно разобрать почистить промыть нож то здесь намного это делается проще нежели в бенчей по ходу мы видим что здесь прям буквально никакого хода стоит отжать эти вот подвижные элементы как никакого сопротивления это обусловлено двумя подшипниками которые есть два металлических подшипника располагающие между стальными лайнерами и самим клином с двух сторон причем здесь очень все впритык и нет никакого абсолютно люфта по сборке ну еще чуть не упустили момент конечно же стали здесь порошковая сталь cpm с 35 в высокая твердость 60 она точно выдает по роквиллу по вязкости ну и по хрупкости она вот в отличие от многих других порошковых стали не дает сколов то есть часто у порошковых стали проблема да то что они крошатся только вот в этой стали считается что она ломкости и хрупкости подвергается меньше обработка black сирокот это некая керамическое покрытие которое супер устойчивая антивандальная можно нагружать можно корябать практически ничего не будет ну давайте по характеристикам моих как правило озвучиваем и общая длина ножа составляет 232 миллиметра клин 98 причем здесь нету шпиньков и полностью рабочая зона по обуху 4 и 7 и это также внушает особый интерес по сложным состоянием 134 миллиметра стали повторюсь cpm с 35 в 60 61 порог виллу спуски прямые и спуски кстати несмотря на 4705 это максимум 0 5 миллиметров для такого крепыша вполне вполне неплохое сведение по форме наверно будет называть его буаи и xr-лок конечно же и повторюсь накладки из термопластика frn и вес его вставляет 235 грамм на мой взгляд вполне вполне удачная модель с учетом тех последних моделей предыдущих компаний сок которые были то это безусловно вызывает определенный интерес ну а как он вам всем комментарии и обратной связи всем спасибо и до новых встреч